Ну так вот, как-то так получилось, что вдруг внезапно захотелось евро. Я не противник того, чем мы занимаемся. Вообще Россия всегда помогала тем товарищам, тем друзьям, тем, кстати, ближайшим родственникам. Потому что, по сути, события Киевская Русь и Русь одна и та же. То есть не надо распределять, зачем необходимо было это сделать. Но в результате мы реально попали. Ну и что, не мы реально попали. Это железобетонная практика. Потому что не всегда мы готовы, мягко говоря, в жопу чужую лизать, понимаете? Нет, мы тоже люди. Да, мы не самые крутые, но с нами надо сочетаться, да? И вообще, если вы, как американцы, живете своим кругом, то занимайтесь именно своим кругом. Мне честные американцы, обыкновенные американцы, очень нравятся. Но правители у них, пух! Когда мне говорят, что у них демократия, у них никакой демократии нет. Пух! Когда мне говорят, что везде и во всем мире демократия, я говорю, что у них никакой демократии нет. Пух! Почему нету демократии? Я не противник того, что забрали яхты. Ну, а зачем вы забрали? Это же чужая собственность была-то, а? 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 Ну, вы меня не будете понимать, потому что я сейчас беседую только на русскоязычную аудиторию. Если я могу говорить английский, то я могу понимать, и кто-то может подумать, что я может быть правым. Потому что вы не хотите взять нашу деньги, если вы хотите иметь демократия. Но вы не имеете... Ладно, сегодня переехали, сегодня сюжет про русский язык, естественно. К слову о том, что... А, к слову о том, да. К слову о том, что возник дивный вопрос. Я был бы противником вывода наших безумных средств. То бишь, если честно, на месте моего дяди, я бы сказал таким макаром. Все, и наф. Хватит воровать. Хватит воровать. Давайте делиться. Да-да-да. А если вы что-то хотите перевести, ну, вот вам ваша сумма. 10 миллионов долларов. На 10 миллионов долларов с мозгами можно спокойненько прожить. Спокойненько. Спокойненько. Даже на пенсионные издержки. Вы, надеюсь, на 10 миллионов долларов. Вы можете жить везде и всюду. То есть, за миллион долларов купили себе дом. Ну, это топ какой-то, понимаете. Это реальный топ. 9 миллионов долларов, вы потихоньку живите. Все, хватит. Хватит воровать. Ну, пока это тишина. И в связи с этим у нас возник вопрос. Как же забрать денежки у людей, которые валят? Еще раз говорю. Как правило, валят либо люди, которые здесь уже проворовались и с большими деньгами туда отчаливают. Либо те, кто хотят немножко сделать больше удовольствия для себя. Так вот, те, кто хотят сделать немножко больше удовольствия для себя, они едут вообще без денег туда. Ну, нет у них денег. То есть, они там зарабатывают. А вот все остальные, которые своровали, вот их надо приколбашивать. Но другой возникает вопрос. То бишь, я серьезно говорю, смотрю это и делаю варианты и выводы, потому что я мало знаю английский язык. Частично. Так вот, к сожалению, у нас Америка онлайн зачем-то заблокировали. Я не понимаю, почему. Но да ладно, то есть мы говорим на русском языке, а на русском языке беседует всего 3% мирового населения. Ну, может, я умный, а может быть, нет, не знаю. И в связи с этим мне вдруг внезапно захотелось купить евро. Вот приспичило. Я, естественно, посмотрев, что у нас ценники евро, ну, просто опустились вниз. Просто, ну, реально опустились вниз. Приехал в Альфа-банк. Они мне говорят, ну, евро ты можешь купить только на свой счет. А что дальше, что? Я не противник того, что в России мы должны полностью отказаться от расчета в валюте. Стандартное впечатление. Мы должны четко жить в рублях. Почему нет? Но я даже здесь не смог себе купить евро по той цене. Вы понимаете? То есть их просто здесь нету. Зачем тогда этот банк? Зачем он вообще нам нужен? Мало того, как бы был такой банк подозван Тиньков. То есть Тиньков банк финансировался у Альфа-банка. Ну, вы понимаете, да? Это еще и прикольная ситуация. Отдельная тема. Беседую. Как бы мне вам сказать, чем наши банки хороши? Наши банки хороши тем, что они реально очень круто зарабатывают себе деньги. Легко и просто. Я буду банк, я беру деньги там, под там 2% максимум в валюте. А здесь их запулю по другим ценам. И это, как правило, эти ценники совершенно другие. Ну, в разы больше. То есть 2%, а здесь 20. Или 30. Или 40. Или 50. Клевая, да? Клевая ситуация. Давайте вернемся на круги своя, где можно было просто так брать деньги абсолютно бесплатно в кассе взаимопомощи. Красивое время было. Замечательное. Да, не жили мы круто, но жили спокойно и ровно. Да, не жили мы навороченно. Но к нам всегда приезжали и всегда все удивлялись, как могут жить в этой территории люди абсолютно нормально и ровно. Да никаких проблем не было. То бишь, я бы рекомендовал бы, чтобы был один-единственный банк. Потому что это что за банк? Это банк, у которого был такой товарищ под названием... Человек, реально сказавший, что ему не сильно понравилось наше действие на Украине. Ребят, все-таки это мы не за себя хлопочем, поверьте мне. Нам не нужно, чтобы у нас рядышком националисты тусовались. Вы не доезжаете, что ли? Так вот националисты, в смысле нацмены, в смысле Гитлер-Югенты, в смысле НСДАП убило моего прадеда. В 41-м году под Москвой. Да-да-да, потом мои еще деды там, неоднократные, и не один дед, работали против фашистов и против таких же фашистов. Я, конечно, противник того, что везде и всю нам втирают. Ребята, Сбербанк никогда не существовал. Его не существовало, вроде, не надо рассказывать сказки. Потому что наш Сбербанк начал существовать в 1991 году. Ну, точнее, чуть позже, когда люди уже, закончив настоящие сберегательные кассы, которые вам помогали, превратились в этот дивный Сбербанк. Никакой там истории про 160 лет. Нет, это не верьте, бросьте вы все. Ну, ради прикола есть такое понятие, как Википедия. Вбейте и поверьте. И просмотрите, и поймите о том, что это, ну, бред, ну, бред, ну, бред. Я так же с этим банком вылоткнулся, да? Так же мне нужны были деньги, когда у меня было предприятие, естественно. А потом началась проблема. Вот это самая проблема, в которую я влупил 110 тысяч долларов. Слава тебе, Господи, мне помог город Магнитогорск, кровно половиной суммы. Остальное я так же каким-то образом заработал. Я почему, мне нравится город Магнитогорск, потому что я его люблю. Потому что это мой город, естественно. И в связи с тем, что, как бы я вам про банки сегодня мы говорим. В один банк зашел, там вообще доллары не продают. Пришел в этот банк. Ну, тут пробежался рядышком. То есть я глянул, так ради прикола, естественно. О, ну, хорошо, там банки не продают. Вот есть мой Челленбанк. Где счет мой, естественно, есть. Не сильно большой, потому что, ну, я же все-таки пенсионер. Такая штука случилась. Вот. И меня некоторое количество финансовых средств выделяет государство. Бывает такое. Вы не думаете, что когда у вас рак мозга, у вас все в порядке будет. И вы с глиобластома, с четвертой фазой рака мозга будете только долго проживать. Ну, год и три месяца, говорить честно. Но если вы меня будете смотреть, проживете дольше. Однозначно. Ну, я пришел туда. Сказали, нету. Хотя там было нормально. Более или менее курс доллара. Я зашел в следующий банк. Газпром банк. Кредит Ворлбанк. Ну, из той же оперы, понимаете, да, о чем идет. Речь там, рядышком. Недалеко. Нету там долларов. И мне сказали, что сюда не едь. А я решил, приеду сюда. Так вот. Ну, вы понимаете, да, что мы реально все это дело опустили. И сейчас и доллары, и евро падают в цене. Падают, падают. Три секундочки дела. Сейчас, секунду. Вот и все. Я пришел сюда. Попытался купить. Только ценники были здесь. При цене вопроса. То есть 68 долларов, да. Мне его за 96 я его купил. Представляете, ценники, сколько люди зарабатывают. Это космос, конечно. К сожалению, умной суммы не было. Но я понимаю, да, ребят, давайте все-таки вернемся на круги свои, и не будем такие мозги сканифорить. Ну, и мне сказали, у меня совсем денег-то хватило, 250 евро нужно было. Обложил тут. Я сказал, вот ровно через 10 минут туда-сюда вернусь, и все. Ровно через 10 минут я вернулся. Сказал, дайте. А меня еще полтора часа мариновали и не дали денежки. Ну, это косяк. Реальный косяк. Ребята, это реальная срака. Как мы с ней будем бодаться, я понятия не имею. Но в связи с тем, что я очень уважаю Грефа, который реально сказал, и реально мне это дело сделали, то есть, ну, неторопливо, было сложно, естественно. Но, может быть, он даст этим нашим товарищам пилюлей. Потому что по-другому я не понимаю, что вы делаете. Вы живете в нашем городе, и еще и на нас деньги зарабатывать. Это косяк, я считаю.